здравствуйте сегодня на нашем проекте очередная разборка и на этот раз это конденсационный котел итак поехали для начала давайте разберемся в чем отличие конденсационных котлов от традиционных в первую очередь это теплообменник за счет конструкции применяемые в конденсационных котлах полезная мощность передается не только от пламени но и от отработанных газов образование конденсата достигается за счет понижения температуры продуктов загорания до точки росы достижение этой температуры обеспечивается за счет трех факторов первый это специальная конструкция теплообменника о которой мы уже сказали второй пониженный избыток воздуха который поддерживается модулирующим вентилятором во всем диапазоне нагрузок и 3 оптимальный температурный режим при этом конденсат удаляется из котла по специальному патрубку к минусам можно отнести только лишь сам конденсат требующий утилизации образуемый конденсат является кислотным значение ph изменяется от 3 до 5 что лежит между уксусной кислотой и талой водой ключевым преимуществом конденсационных котлов относится возможность обеспечения большей мощности в условиях ограниченного пространства малые габариты котлов и котельных небольшой вес оборудования глубокая модуляция что значительно экономит газ на частичных нагрузках возможность каскадной установки и автоматического регулирования наивысшая эффективность позволяющая значительно сократить потребление газа низкий уровень шума по сравнению с дутьевыми традиционными котлами возможность выброса дымовых газов через стену низкие удельные выбросы дымовых газов в 5-7 раз ниже чем у традиционных котлов и так вот наш котел разборкой которого мы сейчас займемся это один из ярких представителей так называемых конденсационников предоставил его нам магазин мир газа и так начнем снизу вверх так называемая электрическая коробка с платой и панелью управления которые мы вернемся чуть позже корпус котла покрыт шумоизолирующим материалом гидравлические узлы выполнены из латуни что говорит о их долговечности сервопривод и трехходовой клапан стандартны для среднестатистического традиционного европейского котла также как и датчик протока гвс датчик давления теплоносителя электронный предохранительно сбросной клапан на 3 бара частотный насос с автоматическим воздухоотводчиком позволит сэкономить немало электроэнергии вторичный пластинчатый теплообменник на нужды гвс сифон для отвода конденсата и электронный газовый клапан бертелли чуть выше мы видим вентилятор основной функции которого является подача газовоздушной смеси для горения он управляется и контролируется электронно и поэтому мы не увидим в этом котле пресостатов это расширительный бак на 8 литров фирмы sim газосмесительная камера предназначена для подачи газовоздушной смеси и теперь мы подобрались к самой интересной части котла это теплообменник с горелкой что мы здесь видим крышка камеры сгорания и подходящие к ней провода свечей розжига и ионизации сейчас мы ее демонтируем открутив для этого гайки по периметру также чтобы ее снять нам нужно будет отсоединить газоподводящий раструб от газового клапана с обратной ее стороны мы видим термоизоляцию саму горелку и свечи розжига и ионизации а также уплотнение камеры сгорания сам теплообменник из нержавеющей стали как вы видите его конструкция непростая это можно сказать сердце конденсационного котла выше теплообменника лоток для сбора конденсата из коаксиального дымохода как и из теплообменника конденсат попадает в сифон откуда на дальнейшую утилизацию также мы чуть не забыли сказать о датчиках температуры погружном датчики температуры гвс и накладных на подачи и обратки отопления и предохранительно предохранительный термостат на 105 градусов по перегреву теплоносителя еще у нас добавляется один датчик температуры отводящих газов верхней части мы видим место для подключения коаксиального дымохода и люк для монтажа раздельной системы дымоудаления а также штуцер для подкачки расширительного бака что очень удобно так как он вынесен в легкодоступное место в нижней части котла не считая штуцера для отвода конденсата все стандартно подача и обратка системы отопления вход холодной воды выход горячий подключение газовой магистрали кран подпитки штуцер предохранительно сбросного клапана и механический манометр плата в данном котле установлена bertelli что для меня является показателем качества панель управления интуитивно проста кнопка включения выключения и сброса ошибки информационная кнопка переключение режима в зима лето настройка температуры гвс и отопление также на передней панели присутствует сервисный разъем хотелось бы заострить внимание на первичной настройке при первом пуске котла необходимо выполнить следующие операции после подачи электропитания на дисплее появляется код 3 0 аппарат готов к первичному пуску нажимаем одновременно данные кнопки ждем в течение 6 секунд значение он и код 312 говорят о том что включился режим обезвоздушивания системы данный режим продлится в течение 10 минут после окончания функции обезвоздушивания включится функция распознания типа газа которая продлится в течение 7 минут при этом котел будет анализировать какой газ используется по окончанию данной функции можно будет использовать котел как вы заметили конструкция котла достаточно простая он также очень легок в обслуживании и эксплуатации а первичный пуск мало того что не требует наличия газоанализатора так еще и происходит по сути нажатием двух кнопок это был бакси луна dualtech плюс если говорить именно о данном агрегате он выпускается в диапазоне мощности от 24 до 40 киловатт в двухконтурном исполнении и от 12 до 28 в одноконтурном помимо того что он сам определяет тип газа также подстраивается под длину и исполнение дымохода и выбирает оптимальный режим работы в зависимости от вашей системы отопления также есть возможность подключения погодозависимой автоматики с датчиками уличной и комнатной температуры обладая небольшими габаритами в сравнении с традиционными котлами той же мощности при цене порядка 60 тысяч рублей это отличный выбор для вашей системы отопления но здесь встает вопрос готовы ли потребители к данным котлам я считаю если брать во внимание что первые конденсационные котлы появились еще в 50-е годы прошлого века а первые мобильники в 90-е то уже давно пора я надеюсь вы поняли о чем я говорю котел мне очень понравился и начиная с данного выпуска мы решили создать некую шкалу оценки и этот агрегат получает пять спецов и это будет некий эталон от которого мы оттолкнемся в дальнейшем у компании бакси есть одна новинка которая подключается по протоколу open-term о ней мы расскажем в одном из следующих выпусков в нем же вас ждет сюрприз от данной итальянской компании ну и на этом все всем спасибо до свидания он выпускается в мощности от 24 он выпускается в диапазоне мощности от 24 до 40 кило это был бакси дуалтек плюс луна да согласен равнивыми мотор обладая небольшими габаритами в сравнении с традиционными котлами той же мощности при цене порядка 60 тысяч рублей это отличный выбор для вашей системы отопления но здесь встает вот какой был